Это так вкусно! Прекрасно подойдет как закуска и в принципе как альтернатива для завтрака. Почему и нет? Всем привет! Вы на канале Порошок Столу. Сегодня будем готовить очень вкусную закуску из простых продуктов. Для этого нам понадобятся грибочки. У меня шампиньоны. Порезать их нужно мелко. Шампиньоны обжариваю на сухой сковородке. Немножко нужно будет выпарить влагу, а потом будем добавлять масло. Пока грибочки жарятся, порежу лучок. Лук тоже нарезаю мелким кубиком. Ну вот, влага испарилась. Теперь добавляю сюда лук и растительное масло. И буду обжаривать грибы с луком до готовности. Ну что, грибочки пожарились. Теперь я сюда добавлю чесночок. У меня вот один такой большой зубчик. Конечно, как всегда, дело вкуса. Можете добавлять. Если не любите чеснок, не добавляйте. Вообще, свежий чеснок можно заменить сухим. И, конечно же, добавим приправы. У меня кориандр. Добавляю совсем немножко. Примерно пол чайной ложки. Добавляем мускатный орех, черный молотый перец и соль. Теперь хорошо перемешиваю и оставим, чтобы грибочки немножко остыли. Теперь порежу копченую курицу. Если вы не любите копченую курицу, можно добавить ветчину. Можно добавить отварную курицу. Порежу мелким, маленьким кубиком, чтобы было удобно фаршировать. Теперь в тарелку я перекладываю грибочки и копченую курицу. И добавляю немного сметаны. Буквально одну ложечку. И перемешиваю. Теперь нам понадобится тесто. У меня слоеное. Купила в магазине. Самой сегодня мне делать не хотелось. Тесто немножко совсем его надо раскатать. Вот от серединки листа на край стягиваю совсем чуть-чуть. Вот совсем немножечко раскатала. И теперь разрезаю на квадратики. Теперь я буду использовать силиконовые формочки. У меня вот такие вот небольшие. Тесто выкладываю вовнутрь формочки, чтобы получилась корзиночка. Еще один кусочек теста я точно так же раскатаю и разрезаю на квадратики тоже. И положу эти квадратики просто так на противень. Теперь на тесто выкладываю начинку. Часть начинки в корзиночке. И часть начинки мы сделаем на квадратики. И на мелкой терке натираю сыр. Посыпаем все тертым сыром. Сыра можно положить побольше, будет вкуснее. А теперь всю эту красоту отправляем в духовку. Я ее разогрела до 180 градусов. Запекать буду минут 10. Давайте скорее пробовать, что же у нас получилось. Такие интересные и красивые получились, даже не знаю, как назвать, пирожки. Друзья, великолепно. Это так вкусно. Прекрасно подойдет как закуска. И в принципе, как альтернатива для завтрака. Почему и нет. Я бы сказала, что это такие открытые пирожки. Которые делаются на раз, два, три. Можно сделать любую начинку, которую вы любите. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте ваши комментарии и лайки. Прошу к столу. И приятного вам аппетита.